МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Солнце ТВ. В студии Дарья Янченко. Здравствуйте. На самых заметных событиях регион расскажем сегодня о выпуске, а пока коротко о главных темах. Зловония из-под крана в Южно-Сахалинске ищут причину едкого запаха воды. Лекарственный профицит. Сахалинская область полностью обеспечена медикаментами. О здоровье не забывать. Южно-сахалинцам рекомендуют пройти диспансеризацию. Плохо пахнущая проблема образовалась в Южно-Сахалинске. С вечера среды жители областного центра массово обращались с жалобами на запах воды из-под крана. Люди боялись употреблять зловонную жидкость и сообщали о проблеме в различные инстанции. В ситуации разбирался мой коллега. Еще в ночь с 25 на 26 января мэрия организовала оперативный штаб. Там в экстренном порядке специалисты пытались организовать работу по выявлению причины всеобщего зловония. Инициативные горожане, в свою очередь, старались сами добиться правды. Один из них – Вадим Пиров. Мужчина набрал воду в бутылку у себя дома и приехал в независимую испытательную лабораторию. Сударом проснулся, что-то запах какой-то непонятный из-под крана. Помогли руки, потом руки от запаха не смог обработать. Специалисты отметили, что вода изначально отобрана с нарушениями в пластиковой таре. А значит, результат будет не на 100% объективным. Да и одной конкретной пробы маловато, чтобы делать научно обоснованные выводы о качестве воды в городе. Однако свои выводы, пусть и предварительные, сделали чиновники. Специалисты объехали водозаборы островной столицы, чтобы выяснить, является ли зловоние прямой угрозой населению. Также не установлено никаких нарушений, но в связи с тем, что жалобы есть, то есть запах действительно присутствует, поэтому продолжается работа. Работу продолжают и сотрудники Сахалинского филиала Росводоканала. Именно в их ведении находятся основные узлы и водозаборы, откуда жидкость и поступает в краны потребителей. Они подготовили свой комментарий касаемо дурно пахнущей ситуации. Мы совместно с администрацией проверили полностью всю технологическую линию, которая идет, работает на водозаборе Луговой. Это основной источник, который подают в город. Убедили, показали о том, что у нас действительно не было нарушений в подаче воды, не было нарушений в давлении, в режимах, не было нарушений в своевременном обеззараживании и подготовке воды. Технические специалисты предприятия, впрочем, оказались более откровенны с журналистами. По поводу запаха объяснили, что он в верхних пределах нормы. Поделились и предварительными результатами исследования воды. По словам специалистов, всему виной могут быть продукты контакта хлора и органических соединений, так называемые хлорамины. Впрочем, работники РВК уверенно заявляют. Подтверждение о том, что вода вредная или имеет какие-то негативные для здоровья показатели, нет. То есть, на настоящий момент вода педевая, чистая, кроме запаха не выявлено никаких отклонений. То есть, она безвредна. Откуда у специалистов такая уверенность – вопрос открытый. Ведь, по их же словам, официального заключения Роспотребнадзора пока нет, как и результатов углубленного химического анализа. Что касается воды, взятой неравнодушным гражданином, испытательная лаборатория нашла лишь одно нарушение в этой пробе. Это фенол. Его оказалось в несколько раз больше, чем положено. Однако, это исследование неофициальное. Что скажут в уполномоченных ведомствах по итогам всех исследований, узнаем позже. Евгений Черемахин, Александр Тетюнников, Дмитрий Зелинский, Данил Саражинский, Дмитрий Прокошкин, Сонс ТВ. Государственные аптеки в Сахалинской области с лихвой обеспечены лекарствами. Чтобы доказать это, на склады позвали журналистов. Хватит ли с сахалинцам и курильчанам медицинских препаратов, узнавала наша съемочная группа. Сеть фармации занимает до половины островного лекарственного рынка. Ее аптеки есть во всех районах, 10 работают в областном центре. Остатки медикаментов на главном складе показали зампреду регионального правительства. На складах есть двухмесячный запас. Еще на полтора месяца должно хватить лекарств в аптеках. Из-за сезонного спроса на антибиотики и жаропонижающие средства их закупили в несколько раз больше. Отдельное внимание препаратам, которые комиссия Федерального Минздрава признала имеющими риск дефицита. Мы проанализировали этот список, посмотрели все терапевтические группы, которые там представлены. Практически по всем препаратам у нас есть аналоговая замена, либо же эти препараты, которые прогнозируются в дефицит, в настоящий момент в нашей области, в наших аптеках представлены. Кроме того, мы сейчас, учитывая этот список, увеличиваем их закупку у наших поставщиков. Есть медикаменты, которых не хватает сейчас. Например, женские гормональные пластыри. Отечественных аналогов для них нет. А вообще, говорят фармацевты, дефицит часто рождается в соцсетях. Например, когда в частных аптеках без рецепта распродаются антибиотики, начинается ажиотаж. Кстати, если нехватку препаратов там можно компенсировать с помощью фармации, то завышением цен сложнее. На ценовую политику это коммерческий рынок. Мы можем рекомендовать. Федеральное есть нормативное регулирование, где на жизненно важные лекарственные препараты торговая наценка не должна превышать 5%. Это работает по всей стране, и мы видим, что нарушений в этой части нет. Что касается нежизненно важных препаратов, туда входят разные группы, в том числе и БАДы. Здесь регулирование послабее, но тем не менее тоже поднимать стоимость этих препаратов, во-первых, невыгодно продавцам, потому что на это реагирует и Росздравнадзор, и, соответственно, прокуратура. Чтобы избежать нехватки лекарств и паники, областные власти решили начать с первого звена в лечебной цепочке – врачей. Им будут каждый день разъяснять, какие заграничные препараты уже сложно найти в аптеках и какие аналоги нужно назначать. Дмитрий Зелинский, Данил Сарожинский, Андрей Лангерман, Солнце ТВ. Южно-Сахалинцам старше 18 лет предлагают пройти диспансеризацию. Обратиться можно в Центр профилактики в поликлинике по месту жительства, а также к лечащему терапевту. Обследование проводят и в консультативно-диагностическом центре. Проверить состояние здоровья может любой желающий за 1-2 дня. Перечень обследований специалисты определяют в зависимости от возраста пациента. Существует два этапа диспансеризации. После первого в случае обнаружения патологий назначают дополнительные анализы. В основном это БСК, это сердечно-осудистая система. Также эндокринология, также и неврология. То есть все группы, так сказать, заболеваний пациента стоят на ДО-учете. И их сегодня приглашают пройти диспансеризацию по поводу своего заболевания. Это более расширенное обследование. В рамках такого наблюдения для пациентов будут проводить чекапы. За один день сахалинцы смогут пройти комплексное обследование, включающее УЗИ и сдачу анализов. На диспансерном учете в Южно-Сахалинске состоят более 12 тысяч человек. Южно-Сахалинцам напоминают о запрете на выгул домашних собак в городском парке. На его территории в эти дни ловят бродячих псов. Причиной тому послужил рост популяции животных. Как следствие, четвероногие начали сбиваться в стаи и представлять опасность для посетителей. Отлов проводят в ночное время. Уже поймано 13 особей. Специалисты отмечают, проблема появилась из-за наличия кормовой базы. Отдыхающим рекомендуют не приносить в парк еду для собак. Такое пожелание сейчас транслируют с помощью системы оповещения. В центре парка собак в принципе нет. Они переместились в сторону док-парка, в сторону водозабора. Собак почти не стало возле лодочных станций. Мы не видим следов, потому что они были раньше, сейчас их нет. Напомню, для выгула домашних собак в парке есть специально отведенная площадка. Она находится в южной части. Весной руководство обещает обновить ее. Вы смотрите новости на Солнце ТВ и мы продолжаем. Вселенная возможностей. Так называется проект, юным участникам которого помогают найти свой путь в жизни. Представители бизнес-структуры проводят для сахалинских старшеклассников профориентационные занятия. Самым активным школьникам вручили награды. Руководители из Южно-Сахалинска, Корсакова и Невельска со школьной скамьи обучают молодых специалистов для работы на своих предприятиях. Ребят и девушек готовят по разным направлениям – строительному, медицинскому, педагогическому или научному. Вот буквально неделю назад к нам приезжал руководитель молодежных программ ВК, всей группы ВК, в которую входят и ВК, и одноклассники, и мейлы, и дзены, и так далее, много платформ. И проводил как раз для ребят нашего проекта, а также для студентов и для преподавателей о том, как стать импосудором ВК, какие есть вообще IT-профессии, как может стажировку получить, как на работу устроиться ведущую IT-компанию нашей всей страны. В этом году вселенную возможности осваивают более тысячи учеников из восьми районов области. Те, кто ярче всего проявил себя, получат от наставников гранты для подготовки к ЕГЭ. Сумма небольшая – 50 тысяч, но она поможет получить на экзамене бал повыше и облегчит дальнейшую учебу. Хотя победители говорят, главное – это участие. Неважно, побеждаешь ты в проекте или нет, в любом случае с тобой продолжают работать в течение года, и с тобой также проводят встречи, организовывают какие-то мероприятия с наставниками, и тебе все также помогают найти свою профессию, сделать выбор. Поэтому победа – это просто как приятный бонус. Сегодня объявили о победе более 40 школьников. В феврале состоится награждение участников второго этапа проекта. Это еще 60 человек. Добавлю, что в этом учебном году программа вышла на межрегиональный уровень. К ней подключились наставники из Владивостока. Нордическая выставка открылась в Южно-Сахалинске. Компания «Союз импортеров» предлагает на выбор сотни моделей мужской и женской верхней одежды от мировых брендов. Также представлен широкий размерный ряд курток на любой сезон года. Перенести морозную зиму с комфортом сахалинцам предлагают в норвежских и немецких пуховиках. Изделия выдерживают до минус 50 градусов. В каждом натуральный наполнитель пух-перо и верблюжья шерсть. Также все куртки обладают теплозащитными и водоотталкивающими свойствами. Привезенные модели не сбиваются, не меняют цвет при стирке, просты в уходе и служат долгие годы. Эти компании занимаются тем, что поставляют верхнюю одежду Северной Америки, с Европы. Конкретно это канадские аляски, норвежские и финские пуховики, парки. Также кожаные куртки немецкого, итальянского, турецкого производства. Тут идет минимальная накрутка на весь товар, а цены производства 30-40%. То есть по факту экономить от магазинов можно в 2,5-3 раза. Для женщин на выбор шубы и дубленки из натурального меха в разных расцветках, от классических до самых ярких. Широкий модельный ряд и размеры до 72-го позволяют подобрать одежду на любой вкус. Данная модель из шведского производства, представлена на межсезонье. Это тафтингом сделан кролик на клопковой основе. Она не промокает и не продувается. Идеально подходит от плюс 10 до минус 5 на легкие вещи. И также она легка в уходе. Для мужчин на выбор есть канадские аляски, финские дубленки, кожаные куртки и парки. Изделия также сделаны из натуральных и высокотехнологичных материалов. Кроме того, практически все модели идеально подойдут для водителей из-за расширенного плечевого лекала, которое не стесняет движения. Аляска норвежского производства. У нее внешнее покрытие ткани идет артик-тек. Она идеально подходит на дождь, на мокрый стек, тем, что не промокает и не продувается. Она идет на 4 сезона. То есть у нее внутри полностью шкура волка, которая отстегивается. Накидку лето можно носить до плюс 15. Если вместе со шкурой носите, то до минус 50. С выбором подходящего размера и нужной модели помогут определиться опытные менеджеры. У них также можно получить подробную консультацию по стирке и уходу. Ну я себе выбрала. Я, может, не съесть. То, что за всем пришла, то и купила. Посетить нордическую выставку можно до 27 января. Она располагается по улице Ленина, 220, в помещении Ростелекома. Вход со стороны кафе «Колобок». Аделина Леонова, Александр Тетюников, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. На островах стартовало областное первенство по волейболу. В четверг в Южно-Сахалинск съехались 14 команд 2007-2008 годов рождения. Борются за медали спортсмены из региональной столицы Анивы, Ноглик, Тымовского, Углегорска, Холмска и Шахтерска. Турнир продлится в течение четырех дней. По его итогам сформируют сборную на дальневосточные соревнования. О перспективах победы в нашем следующем сюжете. Шесть волейболисток на площадке и один игрок ротации. Таким скромным составом выступают девушки из Тымовского, но и без запасных. Команда способна дать бой многим. Об этом не понаслышке знают соперницы из Ноглик. На прошлом турнире северянки не смогли ничего противопоставить спортсменкам с берегов реки Тым. Я думаю, что мы войдем в пятерку, потому что у нас достаточно сильная команда. Мы перед этими соревнованиями упорно готовились, тренировались. И я хочу получить очень положительные эмоции от этих соревнований. Потому что новый зал, новые люди. Посмотреть на остальные команды и остальных соперников. Первый смотр оказался неудачным. Южно-Сахаринские соперницы выглядели более зрело. Перед самым началом турнира у тымовчанок сменился тренер. На подготовку новому отвели всего две недели. Участницы сегодняшнего турнира от спортивной школы Тымовского, они достаточно продолжительное время занимаются в спортивной школе. У них уже огромный опыт. И практически, я думаю, минимальный был мой вклад именно в подготовку команды. Потому что Воробьев Павел Николаевич, основной тренер, он разрабатывал тактику, стратегию. Я лишь только с ним советовался. Возможно, вносил какие-то мелкие изменения. Помимо Тымовского приехали команды еще из семи районов. В женской части первенства соперничают 10 коллективов. Для них турнирная сетка состоит из матчей сначала в двух подгруппах, затем пары лучших встретятся в полуфинале. В мужском секторе всего четыре команды и все из Южно-Сахаринска. Оптимальным форматом соревнований для них выбрали круговую систему. В прошлом году команд был представлен еще Корсаков. Не знаю, почему в этом году они не прибыли. Паранайск был представлен. К сожалению, поменьше. Но в любом случае это достаточно. У девушек достаточное количество команд для того, чтобы по итогам они получили спортивные разряды. И была сформирована команда для участия уже в первенстве Дальневосточного федерального упруга. До первенства ДФО Сахалин должен определиться со сборными в еще двух возрастах 2005-2006 и 2009-2010 годов рождения. Для них региональные соревнования пройдут в феврале и марте. Дальневосточные же турниры запланированы на осень. Для ребят 2007-2008 годов рождения состязания состоятся в Приморье. Влад Французов Руслан Ширяев, Илья Назаров. О менее заметных, но значимых новостях региона сейчас коротко расскажет моя коллега. Первый инвестиционный совет в этом году прошел в Сахалинской области. Участники подвели итоги прошлого года, также наметили планы предстоящей работы. В 2022 году в регионе в три раза сократилось время по десяти услугам. Более чем в полтора раза уменьшилось число самих процедур. По оценкам Минэкономразвития страны, в Островной области применяются лучшие практики по работе инвестиционного комитета. Они позволяют защитить права акционеров и обеспечивать своевременную реализацию проектов. В Чехов-центре приступили к работе над спектаклем «Только для женщин». Специально для этого на остров приехал известный российский режиссер Михаил Заяц, подаривший сахалинцам комедию «Дамский портной». Соавтором работы станет главный балетмейстер Островного театра Маргарита Красных. Спектакль поставят по пьесе Энтони Маккартона и Стивена Синклера «Лэдди Снайт». Премьера комедии «Только для женщин» состоится 18 и 19 марта на большой сцене Чехов-центра. Региональный образовательный проект «Краеведческие студии» стартовал в научной библиотеке. Первую встречу посвятили теме «Электричество в живых организмах». Экспертом выступил кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института морской геологии и геофизики ДВО РАН. Слушателями стали учащиеся школ Дальнего и Корсакова, а также представители 12-го главного управления Министерства обороны страны. Им рассказали, какую роль в жизни организмов играет электричество. Островные спортсмены завоевали семь медалей первенства ДФО по греко-римской борьбе. Награды разыгрывали среди 200 участников, четверть из которых – кандидаты в мастера спорта. 15-ти сахалинцам удалось пробиться в ТОП-5. Еще семеро поднялись на пьедестал почета. Две медали в активе борцов из Анилы, пять – из Южно-Сахалинска. Эфир нашей программы продолжит прогноз погоды. У меня на этом все. Напомню, все сюжеты, выходившие в эфир, а также полные выпуски программы, можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok